приветствую вас обвинять никто не будет мы не судьи слава богу чтобы кого-либо винить вот разобраться вам поможем безусловно только немножечко неверное вы направлении отбора указали ибо говорите вы о том вот по факту да по факту по факту о чем вы говорите по факту о чем вы спрашиваете подумайте пожалуйста вот по факту по факту вы нас спрашиваете о том как мне вымерить прощение у своего парня то есть что я должна сделать такого чтобы парень меня простил ну например правильно нет вот но при этом при этом что важно на мой взгляд на мой взгляд что важно вы совершенно ничего абсолютно ничего не говорите о том что послужило причиной для измены почему вы вообще своему мужчине изменили как бы с чем это связано и так далее вот а вместо этого вы сразу говорите про то чтобы мы вас не обвиняли так как будто вы боитесь того что вас будут именно обвинять но давайте еще раз обвинять вас никто не будет разобраться с тем что происходит с вами с тем почему вы своему мужчине как бы ну изменили 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 можно и нужно разобраться с этим но для этого для того чтобы с этим разобраться вам нужно перестать во первых бояться обвинения в свой адрес это первое перестать бояться обвинений в свой адрес второе перестать винить себя саму за то что произошло потому что изменили изменили и для вас простите весьма весьма драматичное происшествие ого я уверен что драматичное происшествие я думаю что ну вот вы сами переживаете не меньше из-за того что случилось вот значит смотрите какая штука во первых что заставило вас изменить своему мужчине то есть по глупости это понятно вы себя там принижаете сейчас говорите что вот я там такая жикая плохая значит своему мужчине изменила вот и так далее и так далее и так далее вот но это все довольно деструктивный момент напоминает некую знаете линию поведения из детства когда вот а ну когда вы провинились в чем-то а вот и теперь вот а как бы провинившись да провинившись вот а вы должны 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 как-то купировать это то что провинились то что у вас сделали что-то не так при этом почему такая ситуация стала возможной но потому опять же да потому что вы подавляли себе вы подавляли свои желания подавляли свои потребности может быть и отсюда произошло то что произошло знаете какая какая вещь не очень не очень такая хорошая происходит вот ваш мужчина как я понял вот как это опять же мне показалось ваш мужчина относится к вам ну поправьте меня если я ошибаюсь вот поправьте меня если я ошибаюсь но мужчина относится к вам ну вот знаете как так немного немного с высока вы смотрите на него снизу вверх свободы у него больше чем у вас да но опять же мне так видится эта ситуация как понимаете я не знаю может быть я ошибаюсь сейчас знаете какая штука может быть я ошибаюсь я не знаю но мне почему-то кажется именно так и вот я хотел бы чтобы вы об этом подумали так а собственно собственно говоря вот вы вы как бы как бы ну изменили своему мужчине да вот вы изменили своему мужчине ну вроде бы там плохо а понятно что плохо если плохо если плохо это вам что-то двигало в чем-то же вы не удовлетворены тогда получается вот вот и вопрос возникает а в чем вы не удовлетворены не удовлетворены тогда понимаете понимаете что вас не устраивает может быть вам как бы ну ваш мужчина ласки не даёт в должной степени может может быть ваш мужчина внимание вам не уделяет а в должной степени понимаете какая штука понимаете да о чем я говорю вот может быть ваш мужчина вам вообще себя женщиной почувствовать не позволяет что вы вот так вот поступили постарайтесь понять что кризис в отношениях именно кризис в отношениях да он проявляется в частности в частности и в измене тоже то есть кризис в отношениях кризис это измен один из проявлений а ну как бы ну один из проявлений кризисов это измена вот и соответственно если вам не хочется чтобы это повторилось вам необходимо сформировать ваши желания потребности и правильно их удовлетворять говорить об этом мужчине да там я не знаю заявлять об этом мужчине если угодно это потому что вы имеете надо права но вы как как это представляется мне вы об этом вы об этом своему мужчине не говорите вы не заявляете ему о том чего 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 вам хочется вы не говорите ему о том чего чего вам хочется почему почему нет потому что очень может быть что вы себе этого не позволяете из-за заниженной самооценки а заниженная самооценка это что такое заниженная самооценка это что заниженная самооценка это непринятие себя отсутствие гармонии в себе как бы ну внутри себя отсутствие принятия себя вообще 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 принятие себя вот как вообще таковой вот ну и чего тогда тогда удивляться что вы изменили тут на самом деле любой бы человек изменил потому что ну нельзя же так вы себе вы себе не позволяете быть той кто вы есть вы себе все запрещаете вы себя занижаете вы себя подавляете а потом удивляетесь почему вы изменили вот но это еще не так критично критично другое критично то что даже показав мужчине своему что вы изменились а показав мужчине что вы стали например другой да показав мужчине что вы там ну как-то исправились а вот это не уберет у вас потребности а значит не уберет у вас потребности в том что вы хотели получить через измену вот и все вот и все и неудовлетворенность останется у вас а значит мало того что неудовлетворенность останется вы еще будете как бы сильнее ее подавлять ну скорее всего а ну сильнее подавляя потребность вы будете ее нагонять все дальше и дальше внутрь и вы можете таким образом и заболеть в принципе довольно легко потому что потребности не будет удовлетворяться а реализоваться ей ну нужно будет удар вот знаете какая какая штука получается и в итоге в итоге ну ни к чему хорошему это не приведет ни вы не будете счастливы ни ваш мужчина так что об этом я рекомендую вам подумать как следует среди чем себя обвинять да можете чтобы чтобы не происходило в отношениях чтобы не происходило в отношениях между вами ответственность ответственность за это несут оба не один а оба оба человека а вас получается как вы оба несете только вы одна вы одна несете ответственность ответственность за это вот ну и вопрос к вам тогда возникает насколько это адекватная позиция насколько это позиция соответствует здоровым отношениям то понимаете вот постарайтесь об этом подумать так начнем вот все случилось по глупости не по глупости вот как вы пишете по глупости случилось нет не по глупости это довольно значит логично проявление довольно логичное окончание вашей неудовлетворенности ваша ответственность она только в том ваша ответственность только только в том что вы значит не поставили как бы своего мужчину да вот вы не поставили своего мужчину в известность относительно своей такой вот проблем вот в этом ваша действительно ответ может быть даже человек не знал что вы там чего-то хотите что вам там вообще что-то нужно и так далее вот ну вот не знал человек и вообще даже даже не предполагал вам что-то может быть нужно вот и тут бац вы ему изменяете и он такой что произошло почему как бы ну почему ты изменила да то есть это реально реально для него это непонятно она же всегда была какой-то другой она всегда продвигала модель отношений какую-то ну другую да немножко вот а теперь теперь вот так то есть понимаете какая вещь получается получается понимаете да какая штука получается вот значит мужчины вас не знают до конца не знают чего вы хотите там не знают вас и сотрудники на этом все надеюсь что я вам помог постарайтесь постарайтесь предстать себя винить в этом нет ничего абсолютно хорошего в этом нет абсолютно никакого смысла вот мужчина не будет вас больше любить ценить и уважать если вы если вы хотите будете обвинять себя чтобы не будет мужчина больше вас не любить уважать поэтому если хотите чтобы отношения развивались по здоровому сценарию то отдайте ему половину ответственности за это вот выразите ему свою потребность которые у вас есть и все и тогда многие вещи для вас станут реальными многие вещи для вас станут понятными и многие вещи станут проще гораздо ну а если чувство вины вас преследует то обращайтесь на личную консультацию вот поможем разберем все проблемы какие у вас есть если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи что вы не найди сказать